Получается, отказываются нам помочь. Мы ищем с женой для затирки. Вот, Мариша ищет. Вот девушки. И они нам отказывают помощи. Они говорят, менеджеров нет по продаже? Делайте, что хотите. Маришка усталая. Время, потому что 12 часов. Я не знаю, будем искать затирку. Девушки отказались нам помочь. Вот эта кастрама, у них вообще проблема. Я в последнее время у них вижу. Вот, ребяточек. Черт не знает, что творится, если честно, здесь. Менеджеры, которые ходят, они такие наглые. Разговаривают так грубо. Сейчас, когда камеру включил, так она вообще стала такая мягкая сразу. Вот белый написано. Да, вот там белый. А здесь еще есть... А, этот же смирный. Это получается желтый. А этот гракит, это черный получается. Нам нужен белый. Ну, белый вот. Потому что желтый есть, где. То есть такого цвета, но у нас никакого точно. Вот он прям по цветам идет. Получается, нам нужен белый. Он сказал две банки, да? Нет, он сказал три банки. Три банки даже. Вот берем затирку. Вот эту мы берем серую. Надо ему позвонить и спросить, а не по два с половиной, а по два килограмма. Затирку. Сколько тогда брать? Тогда получается темно-серый на пол, или светло-серый? Здесь серебристо-серый. Где? Здесь где-то так. Вот серебристо-серый. Нет, он где-то светлый. Нам надо таким. Темно-коричневый. Нет, не подходит. Ночью, ребята, ходим. Менеджеры здесь вообще наглые у них. Карамель есть. Не помогает ничего. Хотя это же им надо продавать. Вот они ходят, толку от них никого нету. Подходишь, они не помогают вообще. Девушки вообще наглые прям отказали. Говорю, даже помочь. Просто советом, где находятся. Потому что большой же центр. Не разобраться. Ну, смотри, просто нашли так вот наугад. Нам надо было докупить плиточку. Ну, вот этот. Ну, вот такую вот. Мозаика. Мозаика, да. Отрезанная. Мы докупили 12 упаковок. Просто спросим, где что находится. Они даже это. И вот этот. Сейчас я вам подвиню и спросим. Такая корзинка у нас. Там эта касса через 10 минут закроется. Давай успеем. Нам надо еще 5 мешков под мусор. Не открылась. Мужчины нам помогли. Это мужчина нам помог. В прошлый раз, кстати, он нам помогал. Тоже с этими, получается, как они, этот, тумбы. Вот эти вот, которые мы покупали. Он ночью, вот один из всех согласился нам помочь. Вот хочется сказать администрации. Вот на нас выходила администрация, получается, кассарама. Вот женщина, сделайте замечание, что они себя так по-камски ведут. И приведите, к примеру, молодого человека. Просто благодарность этому человеку. Потому что он действительно помогает. Ага, спасибо. Приехали, получается, в Макдональдс. Сейчас, Маришке, камеру дам. Пускай она сам режиссер строит. Сам тебе режиссер. Закусали просто 2 черных чая и маленького картошка. Да, просто хотелось чай попить, ребята, очень-очень. Маринка говорит, давайте мне еще картошку черную. Вот черную картошку. Черная картошка. Маленькая. Маленькая картошка. Маленькая картошечка. Маленькая картошка. Спасибо вам огромное. Вам поделить сахар, да? Да, да. Для этого пить. Спасибо. А сахаром какой? А мы не добавляем с вами сахар. Вот в этом сверточке сахар наборим. Спасибо огромное. Сейчас чай попьем. Сейчас на стоянку вон заелим. Сейчас на стояночку заелим. О, ребята, да, со Светом? Как классно со Светом в машине в этом. Интересный сейчас чай в коробочках именно от Макдональдс, видимо, в этом Ричарде заказывает в таких вот коробочках. Ну, достаешь там обычный пакетик треугольничек. Ну, прикольно же. Прикольно, да. Кружки такие большие. Вот эти, ребята. Три большие кружки. Кайфовая. Блин, ребята, вот люблю чай. Вот что хотите делать, люблю вообще. Без чая легу. Я ему говорю, поехали по обездной. Он говорит, нет, надо заехать чай. Я не могу, ребята, я вот прям вот, я чаевничаю постоянно. Я в день выпиваю, но, блин, по 4-5 кружок чая. По-другому не умею вообще. А так, вот, смотри, что ты с ними. Машина заглушен. Так вот. Красивый сахар. Угу. Куда сахар положила? Пока еще не положила. Не, одну ложечку, ты же помнишь, да? Я худею. Худеешь? Ну, так, раньше, ребята, представляете, вот на такую кружку я ложил 3-4 ложки сахара. Ну, и раньше, брат, пол стакана сахара насыпет, не размешивая, 5. Что-то не сладко. Ну, это еще, когда он был маленький. Ну, так маленький. Все так делают. Все так делают. Я раньше, ребята, чай дома пил банками. Представляете, вот банку литровую просто брал, чтобы не ходить, не разводить. А раньше же не было пакетиков. Раньше вот такой чай был, как бы, в чайничках. Вот, я чайничек заваривал, грубо говоря, там, наливал чай, а потом и кипятка в банку, и сахара. И уносил так вот. Или, допустим, кушать хотел, банку молока нагревал, а туда бросал 2 ложки сахара литровую, и хлеб потом накрышушь, и идешь потом все это ешь. Прикольно. Вот так вот наедался. И мама мне кастрюльками кашу варила. Да, видимо, закормил его гречневой кашей, он теперь вообще не ест. Я прям кастрюльками ел. Только слышит, что дома гречневая каша. Я, говорит, поголодаю. Я не люблю гречневую кашу. Я в детстве кастрюльки жрал, но не ел эту гречневую кашу. Ничего? Как это все? Ничего не знаю. В детстве кастрюльки когда выпынула? Я еще когда обливала, выпынула. Такая нескромная. У нас варики токсикоз, ребята. Да, 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 мы ждем ляльку. Мы ждем ляльку. Наверное, это уже не секрет. А может даже двух. Не знаю, у нас еще УЗИ не было, а кто не знает. Да. Кого мы ждем. Так, это что, сахар кому-то оставила? Просто так, пускай будет. Надо его туда, в этот убрать будет. Можно потом кому-то пригодится. Раз уже выкину. Да, можно выкинуть. Ну ладно, я уже в бардач. Так, а ты размешала? А какой из них? Вот этот. Вот этот? Да. Ну как, картошка? Да, я тоже попробую. Как не попробовать-то? Большой-большой передает Клюшпунтикову. Он сегодня мне писал в личку. Это у нас подписчик активный. Пермский. Да. У него тоже жена забеременела, будет ходить туда же, где Маринка ходит, научилась вай. Так что, огромный привет. Мне идут к тому же врачу, у которого... Хорошей вам беременности. И послушных малышей. Растите здоровенькими, да? Мы просто общаемся периодически. Подписчики есть активные, нам пишут в личку. В контакте. Угу. Маринке когда-то так задают, мне пишут, отвечай я за Маринку. Там какой-то комментарий такой был, что надо насчет Маринки, типа, то-то так вот делать, и она будет добрее. Ребята, у Маринки с этим проблем нету, и это на доброту никак не влияет. Женщина беременная, она всегда стервозная. Ну, а мне сегодня доводила ехала. Кто кого доводила опять? Я, ребят, сдержался, я нервничать нельзя, а кто-то мне, извините за набитый рот. Кто-то мне, кто-то мне придумала сама что-то, я это, сама себе придумала, сама себе что-то рассказала. Меня довела, я говорю, да успокойся, Зая, живи как живешь, что ты, говорю, начинаешь мне какую-то эту ерунду рассказывать. Да, поешь, спасибо. Так толстый, еще ночью картошку ем, все нормально. Пожаренный, непонятно, в каком масле. Ты об этом не думай. Ты думаешь всякой керне, а мне о картошке не надо думать. Ну, ладно, ребят, давайте. Всем пока-пока. Всем пока-пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok